ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акция такая, почему эко-марафон и каким образом она проходила в Одинцовском округе? На самом деле организаторами акции выступило правительство Московской области. В Одинцовском округе поддержали эту идею, в принципе, как и каждый год. Участвовали общеобразовательные и образовательные учреждения, все жители, молодежь, волонтеры. И 21 мая мы смогли организовать централизованный сбор макулатуры. В этот день нам удалось вывезти около 11 тонн макулатуры. Честно говоря, федеральные координаторы, которые выступают, помогают вывозить макулатуру, они были удивлены, и там произошла такая накладка. В общем, они не рассчитали, и мы вывезли 5 машин с макулатурой. То есть это больше, чем они планировали? Да, гораздо больше, в 3 раза, наверное. А какова главная цель акции? Это собрать макулатуру, научить людей хотя бы как-то разделять мусор? Для чего это все задумывалось? Все правильно, конечно, да. У нас вышел закон о раздельном сборе мусора с 1 января 2019 года. И для того, чтобы мотивировать и рассказать, как грамотно собирать и утилизировать отходы, как раз проводятся такие акции. Акции в нашем районе, в нашем округе проходят не только такие акции по сбору макулатуры. У нас же также собирается и пластик, и техника бытовая, различные виды отходов. Но эта акция была именно на сбор макулатуры в нашем районе. Есть такие школы, которые привозили по полторы, по две тонны к месту вывоза макулатуры. 21 мая, я так понимаю, что это был такой кульминации, скажем, этапа. Но сам этап состоял, наверное, из большой-большой работы. Расскажите, пожалуйста, какая работа проводилась? Да, сначала наши организации регистрировались на сайте, сдайбумагу.рф, и операторы вывозили из каждой организации. Но для того, чтобы как бы рационализировать вывоз и сподвигнуть большее количество населения сдать макулатуру, мы, конечно, провели информационную кампанию при поддержке администрации городского округа нашего. Благодаря им мы во всех СМИ разместили объявления. Население знало, куда нести макулатуру. И у нас получилось так массово вывезти в первый день, 21 мая. Мы хотели организовать еще в Голицыной, в Кубинке, но координаторы побоялись, что будут еще накладки, и поэтому они взяли на себя ответственность и из каждого учреждения вывозили сами. Есть из Кубинки учреждения сдавали нам по две тонны, из Голицына. Поэтому акция получилась массовой. То есть сдавали как какие-то организации, школы, так и люди просто приезжали и привозили. А кто активнее участвовал? Вы знаете, очень хорошо отзывается на эти акции молодежь. Насколько бы ни говорили, что молодежь сейчас инфантильная и тому подобное, я считаю, что нужно просто подобрать правильные слова. Молодежь, начиная даже с детсадовского возраста, приходили, приносили столько, сколько могли, и это было очень трогательно, потому что они понимают, и действительно правильные слова подбираются, они понимают, что нужно раздельно сортировать мусор и раздельно его сдавать, не в общую свалку. И было очень много детей с родителями. А когда сдавали макулатуру вообще, что приносили? Мы как-то с оператором были свидетелем, это же акции, там приносили книжки. И, конечно, мы это переживали, с оператором очень тяжело. Вот что приносили люди, что приносили школьники? Да, и книги приносили, приносили тетради рабочие, которые уже они закончили к концу учебного года. Приносили бывалую и художественную литературу, мы тоже смотрели. Волонтеры, которые участвовали, они как бы с болью. Некоторые книжки взяли себе, конечно, но я надеюсь, что это во благо. Я убедилась в том, что молодежь действительно читает, им было интересно полистать Дюма. Кто-то принес на сдачу Дюма. Вот так. Да, да, да. Вот, поэтому акция имела колоссальный успех. А вообще, что мы можем отнести к макулатуре? Что можно принести для того, чтобы принять участие, например, в следующей акции? Это журналы, газеты, оберточная бумага. Не принимаются, к сожалению, боксы для яиц, которые уже сделаны из переработанной бумаги. Но все равно, я считаю, что все равно, даже если есть эти боксы, нужно приносить картон, тоже принимается. Картон хоть и стоит дешевле, но все равно, я считаю, тоже нужно сдавать. Не принимается такая упаковка, которую некоторые производители хитрят и делают псевдобумажную упаковку. То есть они покрывают ее ламинированными наклейками и тому подобное. Такая бумага, к сожалению, не подходит к переработке. Ну вот все остальное, все, что из бумаги, все, можно сдавать. Вот вам помогали волонтеры, вы сказали, откуда эти волонтеры, что за молодые люди и насколько они были осведомлены о том, чем им предстоит заниматься? Волонтеры на самом деле, это одинцовские волонтеры, один вол называется такое движение. Они на самом деле согласились сразу, даже не зная, на что они идут. Труд был адский, макулатуру грузить очень тяжело, потому что она очень тяжелая. Маленькие объемы, но весит очень много. Но несмотря на это, они с энтузиазмом принялись, консультировали население, рассказывали, что можно приносить, когда можно. Вносили в реестр организации, кто сколько внес макулатуру. Есть у нас итоги, потом по окончанию акции мы это все объявим. В общем, я порадовалась энтузиазмом ребят. А будет ли что-то тем, кто принес больше всех макулатур? Смотрите, не только администрация нашего округа поддержала нас, но и общественные организации. Есть у нас ЦМИД Раболатория. Они специально для нашей акции бесплатно изготовили значки и магнитики из дерева, на которых были изображены листочки и написано было «Эко Одинцова». И эти значки и медали мы раздавали, и магнитики, мы раздавали тем людям, которые принесли больше всего. Они настолько были рады и удивлены, что им что-то даже за это дали. И люди готовы бесплатно даже сдавать им макулатуру, потому что она действительно занимает много места, и ее очень много в нашей жизни. Марина, насколько я знаю, вы давно занимаетесь экологическими темами. И вот по мере того, как вы сами, наверное, изучаете их, меняется ли отношение у людей к раздельному сбору мусора, к экологии в принципе? Когда мы начали заниматься 4 года назад, конечно, у многих людей, которым мы рассказывали о том, что нужно иметь несколько контейнеров дома, для того, чтобы сортировать отходы, это вызывало улыбку. Отмахивались, и мы смотрели много экологических роликов, и сейчас мы знаем, есть ученые, которые проводят исследования, они исследуют животных, которые погибли, устанавливают факт, почему они погибли, изучают содержимое их желудков, и, к сожалению, очень много пластика внутри, обнаруживают очень много пластика. И мы знаем, что и экологи юные знают о том, что пластик выделяет опасные вещества формальдегид и бисфенол, которые могут являться канцерогеном. И поэтому, учитывая то, что мы состоим в цепочке питания, могу сказать с определенностью, точностью, что мы пластик едим тоже. То есть нам на поверку казалось, что мы готовим мясо дома, но это мясо, оно содержит тот же пластик, те же ядовитые вещества, которые выделяет этот пластик. И поэтому просто недопустимо это для детей и вообще для населения. Поэтому экологи по всему миру бьют тревогу. Мы ездим на лекции о вреде парниковых газов, которые также появляются в случае вот этих свалок, появляются эти газы. И поэтому, но в последнее время люди начали более осознанно относиться к этому. Хочу сказать, что проведя некоторые исследования, молодежь и дети, которые участвуют в нашем проекте, они понимают, что уже на этапе покупки продукта мы должны задуматься о том, как мы будем утилизировать упаковку. Поэтому сейчас мы стараемся с детьми покупать овощи и фрукты, и макароны, пшено и все остальное на развес. Есть такие эко-мешочки. Да, это смешно иногда, но по исследованиям нашим последним мы прошлись по большим гипермаркетам нашего округа. И продавцы отмечают, что больше людей стало приходить со своими мешочками и больше начали покупать на развес, не в пластиковых упаковках. Поэтому люди начали задумываться на этапе того, как они покупают продукты, и уже минимизируют свои отходы уже на этом этапе. С одной стороны, работы потом будет меньше. Меньше, конечно. Кстати говоря, мне кажется, больше бы людей участвовали и в раздельном сборе, если бы были уверены, куда этот мусор в дальнейшем отправится. Вот что касается макулатуры. 21 тонна была собрана. Куда эта 21 тонна отправится? И что из нее впоследствии, возможно, будет сделано? Честно говоря, я не знаю, на какие производства она отправлена. Есть такой федеральный оператор, сдайбумагу.рф. Они работают с основными заводами по переработке макулатуры. И уже из, как все знают, из переработанной макулатуры выпускается какая-то продукция, календарей и тому подобное. Вот, в общем-то, и туда и идет. Я так понимаю, что итоги эко-марафона будут подведены, ну вот как в личном зачете, да, мы с вами поговорили, так и в командном. Но в данном случае Одинцовский округ, одна большая команда. Когда мы узнаем, что точно все за нами первое место? Ну, на данный момент я общалась с оператором, который курирует именно Московскую область. Они сказали, что Одинцовский район лидирует по количеству вывезенного абсолютного, вывезенной макулатурой. Но есть также зеленый рейтинг. Они делят количество макулатуры на количество населения, на население, плотность населения этого округа. И тогда получается, сколько на долю каждого жителя получается. И тогда как бы это более честный, я считаю, рейтинг. Я думаю, что в этом году они уже закончили вывозить макулатуру. 21 тонна наш финальный, показатель наш финальный в этом году. Но на следующий год мы достигнем самого высшего уровня по зеленому рейтингу. Ну, я так понимаю, что для того, чтобы сдать макулатуру, не обязательно ждать следующего эко-марафона. Нет, конечно. Можно это сделать вот, собственно, прямо здесь и прямо сейчас, грубо говоря. Ну, мы с сыном, например, участвуем, есть акция по раздельному сбору мусора, Экодом называется. Они на Северной 10, каждую вторую субботу, каждого месяца принимают раздельный сбор. И мы возим туда, вывозим макулатуру, пластика, жесть, стекло. Каждый месяц мы сдаем. Безусловно, тяжело, хочу от себя добавить, что тяжело сортировать мусор. Конечно, нужно иметь 4 контейнера. У меня, например, некуда поставить 4 контейнера, поэтому у меня один большой контейнер для общего мусора, который не годится никуда. То есть, его действительно приходится выбрасывать. И три пакета. Один пакет для пластикового мусора, другой пакет для макулатуры. И третий пакет, там в перемешку, но на акции мы раскладываем. Это тетропак, жестяные банки и стекло. Но хочется сказать, чтобы жители при покупке продуктов, делали и товаров потребления, делали упор на жестяные, стеклянные и бумажные упаковки. То, что потом можно переработать. Стекло можно переработать неограниченное количество раз. И стекло в стекло. Либо, может быть, какие-то бутылки сразу идут, отмываются и идут сразу же тарой. Либо какие-то переплавляются. Но пластик, допустим, мы тешим себя надеждой. Но пластик классификации ПЭТ-1 и ПЭТ-2, они перерабатываются в такую же бутылку один раз. И все. И в следующий раз уже этот пластик не годен к переработке. Поэтому лучше стекло, жестяные, железные и бумажные. И тогда всем будет лучше. Раздельный сбор мусора. Все говорят, что это привычка. Поэтому предлагаю избавляться от привычек плохих. И заводить вот такие полезные. Причем для всех. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok